Здравствуйте, это мобильные новости в студии Ниргуяна Иванова и я расскажу вам о главных событиях этой недели, которые не остались без внимания пользователей социальных сетей. В эти дни все пристальное внимание приковано к зимним Олимпийским играм в Южной Корее. Событие международного масштаба началось всего неделю назад, а уже породило массу различных мемов и вирусных видео в интернете. Кто бы мог подумать, но одним из главных украшений этой Олимпиады стали безудержные болельщицы из соседней Северной Кореи. В социальных сетях опубликованы десятки видеороликов, на которых девушки в одинаковой форме синхронно двигаются, выкрикивают речевки, поют хором песни и даже танцуют, поддерживая спортсменов из КНДР. Отмечу, что все эти видео становятся вирусными и моментально разлетаются по сети. Девушек специально отбирало правительство страны и выбирали по таким критериям, как привлекательность, патриотизм и, конечно же, верность режиму. Быть в числе до 200 черлидерш – большая честь, поэтому каждая самоотверженно доказывает, что ее не зря включили в армию красоток. В свою очередь, сектор российских болельщиков является таким же ярким и активным и ничем не уступает северокорейскому. Например, на этом видео интернет-пользователи окрестили россиянку самой эмоциональной российской болельщицей. Россия! 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 На трибунах болельщиков отличился и наш соотечественник. Якнет сколыхнуло видео, на котором мужчина с бубном в руках и с якутским флагом на плечах с азартом болеет за российских фигуристов. Шаманом сборной России оказался глава Верхоянска Евгений Потапов. Тут шаман, в общем, все решает, а не техника. АПЛОДИСМЕНТЫ Якутяне отметились не только на спортивных мероприятиях, но и на культурных. В одном из таких мероприятий они станцевали якутский национальный танец со сохой. АПЛОДИСМЕНТЫ Отметим, что поддержать олимпийских спортсменов из России в Южную Корею отправились много якутян. Олимпиада подарила интернету еще одного кумира. Южнокорейский фигурист Алекс Кан Чан сразил пользователей тем, что надел очки в форме олимпийских колец поверх солнцезащитных, а потом изящно снял их. Конечно, носить солнечные очки на зимней Олимпиаде не совсем целесообразно. Однако пользователи пишут, что он настолько горячий и крут, что солнце светит ему сутки напролет. По всей видимости, дух конкуренции витает не только на Олимпиаде. В Нерингре всю неделю случались различные аварии на дорогах. И в этом есть странная закономерность. То и дело сталкивались с виш с вишем, то куб с кубом. Последние, кстати, зачастили попадать в аварии. Это заметили подписчики одного из нерингринского инстаграм-аккаунта. Еще одним знаковым событием на этой неделе стало празднование Дня Святого Валентина. 14 февраля в Инстаграме творилось красно-розовое безумие и сердец рос и признаний в любви своим половинкам. Но больше всех запомнилось предложение руки и сердца, которое сделал житель удачного байкера и хоккеист Владислав Найка. После хоккейного матча он выехал на лед хоккейной арены на мотоцикле и, встав на колено, сделал предложение. Его возлюбленная Ирина Руссу без колебаний ответила «да». Отмечу, что на днях Якутию признали самым романтичным регионом России. Индекс романтичности был рассчитан на основе популярности поисковых запросов с помощью Google Trends. Романтикой поделился и известный в Якутии скульптор Михаил Бапосов из села Уолба Таттинского района Якутии. На этот раз он прорубил Валентинку в проруби. В сети набирает популярность необычная поздравительная Валентинка, которую ребенок по имени Донован отправил американскому военнослужащему. Пользователи имиджборда Reddit посмеялись над наивностью и кровожадностью ребенка, который оставил не самое тактичное послание солдату. «Дорогой солдат, меня зовут Донован. Я хочу передать тебе поздравительную Валентинку, потому что ты, скорее всего, никогда больше не увидишь свою семью снова. Поэтому я хочу, чтобы ты знал, мне не все равно», — написал мальчик в открытке. За несколько часов пост собрал более 30 тысяч одобрений. Официальный аккаунт Роскосмоса выложил самую космическую Валентинку. Один из атоллов в Карибском море в форме сердца снял с борта МКС Сергей Рязанский. Кстати, о космосе эта тема все еще находится в интернет-трендах. Успех Илона Маска не дает покоя многим жителям нашей планеты. Так, автор YouTube-канала «So I had this idea» в домашних условиях воссоздал безопасный огнемет, представленный Маском в начале 2018 года. Для создания реплики ему понадобились страйкбольная винтовка, велосипедное крепление для бутылки, баллон пропана, удлинительный шланг и паяльная лампа. Герой из мема про ботаников снова взорвал сеть. После запуска электромобиля Tesla в космос в сети обнаружили, что один из молодых людей из мема про ботаников является сотрудником SpaceX. И он непосредственно участвовал в запуске ракеты-носителя Falcon Heavy. А вот инженеры Boston Dynamics напугали общественность, научив свою робособаку аккуратно открывать двери. Spot Mini всем напомнил убийственный механизм из фантастического сериала «Черное зеркало». Многие пользователи называют робособаку адской механической собакой, которая пришла в этот мир, чтобы проникнуть в кошмары. Между тем, робособака на ролике безобидно открывает дверь. А вот космическая скорость настоящей собаки в прыжке только позабавила. Это было пользователей социальных сетей. Пользователь Twitter опубликовал в своем микроблоге видео, как его питомец запрыгивает в машину через окно. Пост собрал почти 8,5 миллионов просмотров и 475 тысяч лайков. Пользователи предполагали, что питбуль обрадовался хозяину и решил подбежать к нему поближе. Некоторые говорили, что после такого видео точно заведут собаку, при том именно этой породы. В Ленске запустили два мобильных приложения. Одно из них «Окей. Город» рассказывает официальную информацию, администрации и новости. А в Ленске РФ является своеобразным справочником досуговых, образовательных и культурных организаций города с полным расписанием и маршрутом. Приложение можно скачать бесплатно в Google Play. Кратко и по делу. Все, за что любят в Ленске.РФ В социальной сети взбудоражило видео, на котором в подъезде жилого дома группа ребят школьного возраста сначала пропускает жильца наверх по лестнице, а потом следует за ним и начинает на него нападать. По данному инциденту проводится проверка. День родного языка отметили на этой неделе в Якутии. И с этим праздником прямо из Южной Кореи Амгинцев поздравил корейский студент Кок Юджон, который раньше учился в Якутии. Незнакомец с топором в московском метро заставил вспомнить классику. В сети появилась фотография, опубликованная внимательным пассажиром московского метрополитена. На нем изображен молодой человек с затянутыми в пучок волосами, бородкой в темном пальто с меховым воротником и топором в руках на станции подземки Тургеневская. Незнакомец вполне мог бы быть прототипом известного героя преступления и наказания только в современном обличии. Стоит отметить, что этот хай-тековский штрих образу придавали внушительного размера наушники. Участник питерского объединения AVJ Казбалат Байкулов вышел на свободу. Он прославился тем, что вел атмосферный твиттер из мест не столь отдаленных, где рассказывал о тюремных буднях и даже наладил пошриф лимитированных футболок, которые носили Оксимирон, Элуан, Мод, Ресторатор и другие известные личности. В январе 2014 года в свой день рождения его арестовали за хранение наркотиков. Впоследствии артист был осужден на 11 лет, но вышел через 4 года по условно-досрочному освобождению. Сейчас многие читатели Казбалата задумались, читать или не читать, ведь вся фишка твиттера потеряла актуальность. Ну а в Гонконге огромный кабан разграбил мусорный контейнер в нескольких метрах от начальной школы. Местные жители прозвали кабана пикзилой от слова пик, свинья и имени монстра из японского фильма про Годзиллу. Ролик засняли испуганные родители по пути в школу. Рядом с кабаном было несколько маленьких кабанчиков, возможно его детенышей. Какого пола было животное неизвестно. Видео набрало более 300 тысяч просмотров. Комментаторы выразили беспокойство о безопасности детей и отметили, что кабанам приходится искать пропитание на помойках из-за плохой экологической ситуации. Российская художница показала лицо стран и обрела всемирную славу. Зарубежные издания обратили внимание на творчество российской художницы Анастасии Булгаковой. Девушка составила портреты разных стран, взяв за основу набор расхожих представлений о них. О творчестве жительницы Москвы написали британские, американские, греческие, китайские ресурсы. Булгакова рисует страны в виде персонажей и описывает их темперамент, исходя из внутренней и внешней политики, которые проводит государство. К примеру, Россию автор видит как довольно холодную прямолинейную девушку с дипломатическими навыками. Но если вы познакомитесь поближе, то увидите, насколько она теплая и любящая, описывает страну иллюстратор. Свежие работы она опубликует в своем твиттер-аккаунте. Добровольцы Ленского района Якутии начали год с недели добра. Молодежь помогает пожилым людям и детям с ограниченными возможностями здоровья. Убирают снег, заготавливают дрова своими фотографиями, они делятся в Инстаграме. В том же Инстаграме зарегистрировался премьер-министр Якутии Евгений Чекин. Он делится со своими подписчиками последними новостями о текущей и проделанной работе. Отметим, что в социальных сетях с каждым разом увеличивается количество госслужащих Якутии. Известный российский блогер Илья Варламов обиделся на пользователей якутского интернета. Со своей обидой и переживаниями он поделился в живом журнале. После красноречивых эпитетов в сторону Якутии и многочисленных признаний в любви, якутяне не поверили гостю и обвинили фальши. Тяжелый сапог полярника раздавил все мои надежды, с досадой прокомментировал он. Но это не растоптало его чувства к Якутии, которую он назвал самым лучшим творением Бога на земле. А мы в Якутске. Минус где-то 700. Это были мобильные новости. Новости, которые вы делаете сами. Если вы стали очевидцем интересного события и являетесь автором популярного ролика, присылайте нам свои материалы на телефон горячей линии, номер указан на экране, либо на электронный адрес nvknewssobacamail.ru. Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ждем ваших сообщений. Чтобы было проще нас найти, отмечайте нас по хэштегам НВК САХА и Якутия нижнее подчеркивание 24. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели.